Эти выходные в Краснодаре оказались весьма богатыми на спортивные события. Баскетболисты кубанского локомотива вышли в финал Еврокубка. Основа футбольного Краснодара вырвала кубок ВФ у молодежки, а Андрей Сироткин защитил пояс чемпиона мира по боксу. А теперь во всем по порядку. Кубанский баскетбольный локомотив проходит Европу без остановок. На счету наших баскетболистов теперь 20 побед в 20 матчах Евротурнира. И это новый рекорд Еврокубка. В полуфинале железнодорожники дважды обидели итальянский клуб Реджо Эмилия. Во втором полуфинальном матче, который проходил на площадке итальянцев, красно-зеленые победили со счетом 79-69. Теперь на пути к Кубку Европы у нашего бронепоезда осталась турецкая Дарюши Фака. Первый поединок финальной серии до двух побед пройдет в Краснодаре 10 апреля. Напомню, краснодарцы уже завоевывали второй по значимости Евротрофей баскетбола 5 лет назад. И вот история может вновь повториться. Пока локомотив бился в Италии, в краснодарском баскетхоле сошлись пути чемпионов. Именно под таким названием прошел вечер бокса, в котором приняли участие как известные боксеры, так и те, кто только начинает свой путь в профессионалы. В главном бою вечера встретились россиянин Андрей Сироткин и канадец Райан Форд. Перед поединком оба боксера были весьма самоуверены в оценке своих сил. Форд будет пытаться ударить, но не будет попадать, а будет пропускать удар. Я полностью готов к матчу, готов взять этот пояс. Сироткин мог видеть обо мне какую-либо информацию, какие-то сюжеты, но он не готов к тому, что я покажу ему на ринге. Все по своим местам расставил поединок. Он был очень тяжелым для обоих боксеров. Однако в решающие моменты наш боец был более точным, что и предопределило решение судей. Все они отдали предпочтение россиянину. Андрей Сироткин стал обладателем пояса чемпиона мира WBA Intercontinental во втором среднем весе. И по-прежнему в своей карьере идет без поражений. Теперь на счету Андрея 15 боев и 15 побед. На стадионе футбольного клуба Краснодар в эти выходные впервые был разыгран кубок ВЭФ. За него боролись основная команда быков и их молодежный состав. Посмотреть на это зрелище пришло почти 20 тысяч поклонников чернозеленых. Вход на стадион был свободный. Победитель определился после серии послематчевых пенальти. А основное и дополнительное время закончилось ничей 1-1.